Что могу я? Позвони. Подъемник детской коляски не обслуживает, только инвалидов. Коляска детская, в ней 10-летняя Олеся. У нее детский церебральный паралич. Она не может пройти несколько шагов. Девочка-инвалид с рождения. Но чтобы попасть в лифт на свободном, нужно подтвердить свое заболевание диспетчеру подъемника. Это инвалид ребенка. Это не лифт, подъемник для инвалидов. Подъемник действительно предназначен только для людей с ограниченными возможностями. Но двери лифта перед ребенком-инвалидом так и не открылись. Диспетчер смотрит по камере наблюдения, кто находится перед кабиной лифта. И вот так на глаз определяет, инвалид это или здоровый человек. Причем Виктория Полубнева вместе с дочкой в этот лифт не может попасть уже в третий раз. А второй раз мы поздно возвращались с парка, с прогулки. Я вообще не смогла никак тоже открыть, уже держала долго кнопку. И пришлось спуститься самостоятельно вниз. Чтобы диспетчер смогла определить, кто перед кабиной лифта, людям с ограниченными возможностями, главный инженер организации, которая обслуживает переход, предлагает носить с собой знак инвалида и при входе показывать его диспетчеру. Это же не транспортное средство. Почему табличка? Вы же на себя не имеете в виду таблички, что мы обычные люди? Ну, или допустим инвалид, он же там за значком инвалида не ходит. Хорошо. Если вот мама сделает табличку, положит себе в сумку, при пользовании подъемником она эту табличку будет показывать. А куда она должна ее показывать? Камеру. Повешает сбоку на коляску и пустит. А это регламентировано каким-то законом? Это не регламентировано. В управлении капитального строительства на эти новые правила, которые изобрела эксплуатирующая организация, пожимают плечами. Но обещают разобраться. Ситуацию нужно урегулировать. Ее, конечно, будут пускать. Больше такого, я думаю, не возникнет. Хочется как бы решить эту проблему для всех остальных детей. Впрочем, в пешеходном переходе на свободном нужно решить не только проблему с лифтом, но, например, и с пандусами. Мамы с колясками здесь проехать не могут. У меня колеса не входят в спуск. Поэтому я здесь не хочу. Вдруг у меня ребенок упадет, что-то еще случится. Мало того, что ты ребенка тащишь, еще получается тяжесть такая на себя, нагрузка. Не предусмотрено ничего здесь для детей. Мы спускаемся, ребенок кричит, что я его оставляю, тащу этот велосипед. Лифт не работает. Строители, проектировщики и чиновники утверждают, пандус сделан по ГОСТу и для стандартной коляски. Может быть, она какая-то нестандартная коляска. Значит, ну мы посмотрели ситуацию, значит, сейчас подумаем, как этот вопрос решить. Непонятно одно, почему эти проблемы решают только сейчас, а не перед открытием пешеходного перехода после реконструкции. И сколько на это понадобится времени? Сколько еще мамы и со здоровыми детьми, и с инвалидами будут носить и коляски, и детей на руках? Юлия Бычкова, Михаил Ткачук, Афонтова Новости. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова